При этом данная фигура является конечной стадией эволюции орбиты, пока это тело снова что-то гравитационно не захватит. При приталкивании мы имеем только гиперболы. Вот вранье. При приталкивании у нас получаются замкнутые орбиты, никакие не гиперболы. То есть ты вообще не понимаешь схему, не понимаешь физику и тупо врешь. Все вот эти эллиптические орбиты невозможны только по версии приталкивания. По версии прямого притяжения они невозможны два раза. По силовому фактору то, что у тебя в каждую секунду тело не находится в равновесии, а покидает орбиту. У тебя превращение силы, разница между силой центробежной и центростремительной значительна. И этот вектор направлен на вывод тела из равновесия. Вот на прямом притяжении он держаться не может. Это первое. Поэтому на прямом притяжении никаких эллипсов или круговидных орбит не может быть. Это может быть только по версии приталкивания. И эллипс, и круг. Дальше. Твое притяжение невозможно и по второму фактору, потому что просто вся Вселенная моментально обваливается в центре масс. Обваливается, обрушивается и ничего не сдерживает. Нет никакой вот этой вот картины, когда Луна циркулирует вокруг Земли. Вот этой картины нет. По версии прямого притяжения это невозможно. Вот это фактор. Потому что она один круг не успеет обойти. Луна такая зайдет между Землей и Солнцем. И вместе с Землей они такие летят на Солнце. В точку. А Солнце в свою очередь в другой общий центр масс галактики. А галактика в центр скопления летит. И все это обваливается моментально выше скорости света. Это силовая модель вашей вот этой вот Вселенной воображаемой, некорректной. А для того, чтобы у вас галактики были, вам надо темную материю. Чтобы это все как-то держалось, вам темная энергия нужна, темная материя. Вы без фантастических сущностей, вот эту вот свою слабоумную Вселенную вы не можете удержать. И чтобы как-то оправдать свое слабоумие, ты лепишь вот эти вот видосы, в которые врешь из пункта в пункт. В одном пункте наврал, во втором наврал, в третьем наврал. Ты врунишка хронический. Вот сколько твои видео разбираем, ты везде врешь. Причем ты, ладно ты со мной споришь, но ты ведь и классическую физику накриняешь. Ты прям с классикой споришь. Чудо. Образом, никаких орбит, которые были бы подобны тем, что мы наблюдаем, например, в Солнечной системе, мы не найдем в системе с всемирным приталкиванием. Вранье все наоборот. Врань нишка. Собственно, результат довольно очевидный. При отталкивании не возникает никаких причин для того, чтобы тело имело замкнутую орбиту. Я уже упоминал это в видео о силах инерции, что любое тело стремится сохранять начальную скорость в отсутствии сил. И именно сила притяжения удерживает тело. Аналогично тому, как раскрученный груз на нити удерживается силой натяжения нити. В случае, если сила будет направлена от центра, согласно второму закону Ньютона, тело будет смещаться в обратную. Вот здесь, кстати, нормальный пример для способных мыслить. Наверняка, среди зрителей этого Макара Светлова, есть ребята с техническим мышлением, которые могут сосредоточиться. И вы же можете просто груз на веревочке раскрутить и понять, как меняется сила, удерживающая груз. Какая реакция на эту гибкую связь. Вы поймете, что чем дальше, тем сильнее сила. Передращение силы. Вот именно как грузик держится на конце веревки. Обратную от центра сторону. И тут я уверен, сторонники идей всемирного приталкивания скажут, что мы не учитываем влияние внешних сил, которые из космоса нас приталкивают. Вообще говоря, есть теоретические основания, почему никакое приталкивание ничего тут не объяснит. То есть ты прогнал вот это вот все, без учета, ты понимал, что ты без учета внешних сил вот это делаешь, вранье свое предыдущее. Когда ты вливал в голову своим зрителям вранье, ты понимал, что ты внешние силы не учитываешь. То есть ты это все осознанно врешь. Не случайно. Ты занимаешься целенаправленным обманом своей аудитории, но ты занимаешься в том числе действием по разрушению репутации моей теории и моей лично. Занимаешься ты этим с помощью публичного канала, на котором у тебя 200 тысяч подписчиков. Каналы с большим количеством подписчиков приравниваются с средством массовой информации. По сути ты занимаешься клеветой через средства массовой информации, прикрытые анонимно. Ты же вычисляешься элементарно, кто ты такой, если тобой серьезно заняться. А это уголовное преступление клеветать через средства массовой информации. То есть, 1020 стоит это нотариально закрепить, вот этот источник информации. 1080 стоит заключение института экспертизы о том, что имеет место порочащее заявление. В результате нормальные перспективы против тебя возбудить уголовное дело. И еще иск, денежек с тебя взять. Если с тебя есть что брать, или как мы будем потом действовать-то? Будешь разбегаться, бить челом, молить о пощаде? Говорит, бестолковка не сработала. И что ты потом там дальше будешь с судимостью? Будешь ты там в своем университете работать, или что ты будешь делать? Дружочек. Может, там это оставить внизу счетик, сбор средств на юридические услуги, взбодрить Макара? Во многих системах сторонников приталкивания, тело на орбите как бы уравновешивается силой отталкивания со стороны центра системы и со стороны условной вселенной, за счет чего тела и сохраняют свое положение. Однако, как я объяснял в рамках видео о силах инерции, тело под действием равных и противоположных сил находится в равновесии и двигается прямолинейно, или покоится. Согласно небесной механике, тело на орбите вовсе не в равновесии, а под действием центральной силы притяжения. Все рассуждения о каких-то равных силах возникают из-за ошибок, связанных с точкой отчета и силами инерции. Но давайте для подкрепления математических выкладок и рассуждений сделаем математический эксперимент, или симуляцию взаимодействия космических тел с взаимным притяжением и взаимным приталкиванием. Но тут сразу нужно разобраться с несколькими проблемами. Пусть наша вселенная бесконечна, но ведь все структуры и системы в ней когда-то появились. Появилась галактика, звездные системы... Отдельно каждое образование, да. Но совокупность была всегда. ...звездные системы, планеты со спутниками. Тогда начальный этап формирования такой вселенной можно смоделировать как... Вранье. Не было начального этапа формирования вселенной. То есть продолжается безграмотность вот эта вот. Заученное бредятина о большом взрыве. И болтовня об этом. Случайное распределение материальных точек с разными импульсами. Да, знаю, это грубо, но в целом качественно должно отражать полученную картину. Вообще, к подобным методам исследования очень часто обращаются и в космологии, и в физике элементарных частиц, да и в физике твердого тела. И самое главное... ...псих... Итак, вот как выглядит симуляция с законом всемирного притяжения. Вот хорошая симуляция, но она по фактическому взаимодействию гравитационному. То есть, то, что он выдает за симуляцию притяжения, является симуляцией приталкивания. А вот как с всемирным приталкиванием. Вот воронье. Вот это вот как раз взаимодействие, когда на прямом притяжении тело чуть-чуть вышло за круговую орбиту. Вот на прямом притяжении вообще не круговые орбиты невозможны в принципе. Вот на прямом притяжении гипотетически возможны только по ровному циркулю круговые орбиты. Эллиптических орбит невозможно, потому что мы берем, считаем баланс сил и на единичное смещение получаем превращение силы, которая покидает зону, покидает орбиту раз и навсегда. Без какого-то шанса вернуться на эту орбиту. Вот это вот как раз картинка для прямого притяжения. Как вы видите, для приталкивания мы имеем только одни гиперболы, что указывает на невозможность формирования стабильных систем. А для всемирного притяжения... Для прямого притяжения надо понимать, что возможны две версии. Первая версия моделирования это... Мы посчитали, что вся Вселенная нам не дала никакого воздействия изне. Для того, чтобы лохов развести, мы рисуем такую сферу, которая дает воздействие внутрь, равное 0. И тогда мы говорим, что вот осталось только притяжение посредством двух масс, и ребята, вируйте. Но если посчитать все грамотно, форма расчета у нас представлена на сайте, то и по прямому притяжению получается, что воздействие от комплекса удаленных тел имеется. Его в расчетах однозначно надо учитывать. Ну, ребяткам же этого не доступно. Мы имеем нашу солнечную систему и такие системы, как шировое скопление, которые очень хорошо описываются полученной нами симуляцией. Кстати, уже на монтаже я нашел анимацию, где подобная идея была также подтверждена. И было показано, что Вселенная на приталкивании не смогла бы сформироваться. Ну вот, вранье, плоские модели, не силовые, ребята бредят, не могут сосредоточиться, не понимают, что они считают что-то там через ускорение по фактическому результату. А теперь давайте посмотрим на этот вопрос по-другому. Попробуем рассмотреть формирование систем, типа нашей солнечной, во Вселенной с всемирным приталкиванием, с учетом влияния внешних сил отталкивания. Кстати, пару таких симуляций я находил на просторах интернета, но нужно все это перепроверить. И в результате оказалось, что мы можем в данном случае получать замкнутые орбиты. При этом эти орбиты можно условно разделить на два типа. Орбиты, близкие к окружности, и орбиты в виде эдаких звездочек. Да, и стоит понимать, что сами по себе эти орбиты представляют собой ветки гиперболы, соединенные между собой, как раз таки из-за всемирного приталкивания извне. То есть абстрактное моделирование. Человек не понимает ни один, ни второй, что они делают, почему, как. Внешний контур они сюда корректно ввести не могут. Корябут, выдают одно за другое, путаются и сочиняют вот такую вот вещь. Аутисты. Возможно, на этом моменте и сторонники всемирного приталкивания почувствуют торжество разума. Однако это будет преждевременно. Данные модели также указывают на то, что закон всемирного приталкивания не отражает нашу Вселенную. Во-первых, мы не наблюдаем орбит в виде звездочек. Их и не должно быть в виде звездочек. Если ты в результате баловства с анимашками добился каких-то звездочек, если ты в результате фальсификации, потасовок и наглого вранья какую-то логическую цепочку попытался сделать к материалам, которые я даю, ну это вранье, ты врунишка. Когда изучаем такие системы, как солнечное или шаровой скопление, а по закону всемирного приталкивания они обязаны были быть. Во-вторых, при исследовании орбит в виде звездочек... Подожди, подожди. ...когда изучаем такие системы, как солнечное или шаровой скопление, а по закону всемирного приталкивания они обязаны были быть. Во-вторых, при исследовании орбит... Вот по закону всемирного приталкивания, вот все, что происходит за окном, оно работает. У нас есть силовой фактор для любого явления физического. Луна может обращаться вокруг Земли. Земля вместе с Луной может обращаться вокруг Солнца. Луна нисходит с орбиты, как это она делает по прямому притяжению. Земля нисходит с орбиты, как она делает по прямому притяжению. Всё это не обваливается в один коллапс, как это делается по прямому притяжению. Вот на прямом приталкивании, возможно, наша Вселенная. И это математически доказано, с формулами, с графиками. Все это доказано. А то, что ты бормочешь, это вот игрушки с подтасовками. Когда человек, не понимающий, что такое проекция на ось, и что такое физическая направленность силы, путает одно с другим и как-то дурит своих слушателей, это вот так. Так, бормотание и клевета, за которую ты должен, должен, наверное. У тебя есть там что вообще с тебя брать-то? Нам поддержка канала какая-то нужна, ребята занимаются деятельностью финансирования наших проектов. Может, ты просто хочешь нам финансово помочь, когда сочиняешь вот эту вот клевету? Орбит типа звездочек мы сталкиваемся с тем, что они невероятно нестабильные, что не может привести к формированию компактных систем, типа звезд или газовых планет. И в-третьих, если вам показалось, что мир просто как бы может быть настроен на орбитах, очень близких круговым, мы же получили их... 17 минут 38 секунд. Дальше там 24 минуты 21 секунда. Но уже как бы достаточно, макарно. Вот уже несколько видео твоих мы разобрали, но стыд-позор то, что ты исполняешь. Везде враньё. С этим надо что-то делать, макар. Итого мы разобрали материалы творческого работника, предположительно из Оренбургского госуниверситета, никто макар Светлый. Все, кто по нему знает непосредственную информацию, уточняющую, деанонимирующую его, пожалуйста, присылайте. Этот человек, ну, занимается деструктивной деятельностью, он обманывает людей, пользуясь доверием. Обманывает. И, в принципе, усматривается состав уголовного преступления. Сбодрять надо, наверное, их. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы теперь есть ещё в Телеграме. А в Телеграме мы зовёмся «Трибунал 100». Подписывайтесь, приходите, повеселимся. Будем работать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!